Увлекательный детектив, шпионский боевик и романтическая драма. Истории, взятые из жизни. Собственно, это и есть сама история. История Казахстана, неотделимая от мировой. Смотрите прямо сейчас. Наша версия. Reflections on History. Тысячелетняя история. Мощеные камнем улицы в шахматном порядке расположены. Водопровод, дома и сердцового кирпича. В этих домах, в усадьбах, в этих домах нашли археологи основания юрт. Летом мы жили в юртах. Постройки жилые и, как сказали бы сейчас, микрорайоны промышленные. По правой стороне современной улицы Достык – металлургический завод. Существовала в полном смысле этого слова очень развитая технология производства древнего металла, черного металла. На территории нынешнего ботанического сада герамическая фабрика, а еще акведуки в Алмарасанском ущелье, римский квартал в горном гиганте и скифский храм на Медео. Здесь они по звездам определялись, нормально, ориентировку сделали, и все работает в природе, в комплексе. Алматинская летопись, таинственные перстни, загадочные монеты и путаница с названием. Что было, а что просто легенды красивые. Попытка разобраться в истории тысячелетней давности. Или более чем тысячелетней. Не случайно это место было выбрано именно в качестве основы современного города. Жизнь здесь бесспорно кипела в древности. Конечно, трудно было бы не видеть, что это райские места были заселены давно. Мы сейчас, конечно, как археологи, можем, опять же, поставить вопрос еще об удревнении истории Алматы. Глава первая. Вглубь веков. От истории верного до средневекового Алматы всего-то несколько шагов музей города пройти в глубину веков. Регион Алматы, Жит-Ису, где находится наш город, которому в этом году мы отмечаем тысячелетие этого города, был населен еще в эпоху бронзы. Поселение Бутакты. Обнаружено по дороге на Медео. Полуземлянки с каменным фундаментом, стены глины обмазанные, внутри покрашены. Древние алматинцы владели и секретами обработки железа, и ювелирным искусством. Их много здесь в ущелье. И в Бутаковском ущелье, и в Медеоевском ущелье, и в Аксайском ущелье, и на Каменском плато. Многие памятники идентифицированы. Мы знаем, что это тюркского времени, какие-то сакского времени, какие-то эпохи бронзы. Вот этот памятник времени уже сакского. Временную планку Алматы отодвигает на две с половиной тысячи лет назад. Религия, ремесло, земледелие, наука – все признаки городской жизни, что называется, налицо. Специфика предгорьей Алатау влияла на то, что городища здесь располагались разрозненно. У него сами город, где какая-то часть, она не была сконцентрирована в одном месте. Предгорье обитала элита сакского мира – жрецы, военачальники, и добывалась железная руда. Ниже – средний класс земледельцы, на окраине – скотоводы. Кварталы древнего Алматы. Все друг с другом было связано, естественно. С друг другом все связано, у каждого городища было свои функции. Более десяти лет Руслан Шербаев свою историю возникновения Алматы пишет, а доказательства своей версии откапывает в буквальном смысле этого слова. По мере исследования этого памятника мы еще найдем вещи, связанные с письменностью. Письменностью, которая на чаше золотого человека. Покрытое ореолом романтики, но по большей части рутинное и тяжкое – работа археолога. Отрыть и открыть тайны. Интересные были сделаны нами зафиксированные памятники. Это акведук. Подобное гидротехническое сооружение обнаружено в Семеречи впервые. По предварительной оценке относится к Средневековью – XI-XII век. Сам акведук, он, конечно, отличается от того акведука, который сразу рисует нам наше воображение. С аркадой определенный камень – это земляной акведук, мощная насыпь земли. Вместе с аркадами воображение рисуют и колизеи, и гладиаторов, и легионеров. Римский след в истории Алматы. Глава вторая. Побратим Древнего Рима. В 30-х годах эта история целую волну кладоискателей подняла, согласно писателю и музейному работнику Юрию Домбровскому. Якобы в районе горного гиганта была найдена монета римского наместника Сабонара. Еще до моего поступления в музей, республиканская газета поместила на четвертой полосе большую статью. Казахстан был римской колонией. Знак в конце был чистым кокетством. Автор статьи, профессор Столяров, никаких вопросов не ставил, а просто утверждал и все. Казахстан от Орала до Тиньшаня был частью римской провинции Азия. Артефакт отправили в Эрмитаж. И вскоре оттуда ответ пришел. Эта монета не Сабонара, а Аврелиана. Ну, тоже уникальная. Ее даже в каталоге британского музея нет. Вопрос с римской провинции Алматы, конечно, сняли. Слишком слабая доказательная база. А потом и вовсе на долгие годы об этой истории забыли. Но свидетельства римского присутствия в Семеречии то и дело возникает. Я знаю, например, также о перстне, который как будто бы являет облик римского легионера. Ну, с таким характерным большим носом. Такой антропологический тип у него, казалось бы, европеоидный. И на голове, возможно, такой шлем, который характерен для римских войск вовремени. По времени, как будто бы это тоже первые века нашей эры. И данный курган был раскопан не так далеко, к западу, нескольких ста километров от Алматы, на территории Кургайского перевала. Загадочная находка, возможно, тоже говорит о связях нашего региона с вечным городом на семи холмах. А недавно в Алмарасанском ущелье археологи обнаружили акведук – сложное ирригационное сооружение. Такие постройки часто использовались в городах и колониях Римской империи. Нам сейчас сложно установить реальную дату существования этого так называемого акведука. Но мы верим, что это эпоха Средневековья. Еще общие черты в городских планировках рассматриваются. Прямые улицы в шахматном порядке. Типичные алма-атинские. Туринские, например, напоминают. И в том, и в другом городе заблудиться крайне сложно. А все потому, что улицы идут параллельно друг к другу и делят город на квадраты. Именно так строились римские города-легионы. Для того, чтобы улицы хорошо простреливались и просматривались. Скептики скажут, где основанный в 28-м году до нашей эры военный лагерь Таурина-Рум, а где генплан работы вернинских архитекторов. Археологи ответят – в древней Алмате, то есть Алматы. На месте, где возник город Верный, разрастался, были древние поселения, древние городки. Об этом, кстати, говорил еще Чикану Лихану, который заметил в одном из своих заметок, что наверняка город Верный стоит на развале какого-то города. Это и подтвердилось уже в современное время. Вернинская крепость возведена на одном из древних городищ. А планировка тех самых городищ, так называемая шахматная, явление для нашего региона обычное. Особенно хорошо угадывается в древнем Тальхизе. Тот же Талгар, где улицы, мощеные под прямым углом, пересекались одна по отношению к другой. Такие примеры есть. Там жили кузнецы, которые могли плавить дамасскую булатную сталь. Удивительный город, рядом с Алматой. Талгар, он жил, археологи Савиль, до начала XIII века. В начале XIII века столицы переместился как раз в тот город Алмату. Глава третья. Уравнение с одним неизвестным. О, если Алмата и Алмалык – это одно и то же, то об алматинском средневековье можно писать исторические романы. Эта фраза тоже из романа Юрий Домбровский, хранитель древности. Испания, Прованс, Бургундия, Александрия. Латинский собор у подножия Алатау. Сутаны, черные и лиловые танзуры. И как обидно, как страшно обидно, что Алмалык, столица Орды Джагатая, расположен где-то очень далеко отсюда, на южном берегу реки Ильи. Или обижаться не на что. О каком именно городе упоминается в многочисленных источниках, окончательного вердикта нет до сих пор. Только предположение. Бабур – это авторы 14-го века Дулати писали о том, что когда-то на территории Семеречья, именно район Северо-Восточной Семеречья, Лицкая долина, был город Алмату. Те самые легендарные строки, копия рукописи Мухаммеда Хайдара Дулати в Музее истории города, конечно, на видном месте. Многие исторические хроники прочитываются сегодня заново, с учетом археологических находок. Первое – это в 1260 году биограф Чингисхана Атам Аликчу Вайни на персидском языке написал «История мира покорителя». Это биография Чингисхана, где упоминается город Алмату. Но упоминается он под именем другим – Алакамак. Впрочем, город называли и Алимату, Алмалех и другими производными от слова «яблоко» на дюркском языке. Есть несколько и более ранних источников, в которых упоминается некий город по имени Алма или Алима в районе Житесу. Например, китайский монах по имени Чанчун в 1220 году пишет, «Через один переезд 9-й луны 27-го числа мы прибыли в город Алима, остановились в западном плодовом саду». А местные жители этот плод называют Алима или Алма. И здесь такое количество этих плодов, что и город решили так же назвать. Город, упомянутый Чанчунем, многие ученые ассоциируют с тем самым Алмалыком, что недалеко от Харгоса. Интересно, что городов с таким названием только на территории Семеречья было несколько, потому и запутаться в них легко. По одной из версий, Алматы – это вообще название не города, а всего региона. «Мы однозначно знаем, что вот у Лус-Чубета и вот вся история, которую мы связываем с современной и древней Алматой, она касается вот этого региона». Еще в копилку доказательств в пользу древности Алматы, как города. Вот эти монеты. Строители во время работ на территории бывшего, то есть 70-х годов, пограничного училища, сейчас это военный институт, в котловане нашли кладик монет. Монеты – это были серебряные монеты. Они достаточно хорошо известны в нумизматике, дирхимы называют, серебряные дирхимы. Эти монеты попали в руки одного из казахстанских нумизматов. Она была обнаружена Настичем, такой есть известный нумизмат, который как раз обратил на нее внимание из-за интересной, нехарактерной тамги, такого тамгообразного знака, чем-то напоминающий доллар. Сенсация подтвердилась после еще одной находки. На монетах с такими же знаками смогли прочитать название. «Балат Алматы». Ну, «балат» переводится по-разному с арабского. И как область, и как город. Так что, скорее всего, это мы теперь утверждаем. И Настич, один из первокрывателей этих монет, считает, что Алматы в 30 веке имела уже свой монетный двор. Эпилог. Бесконечный роман. Пока ученые согласились, что город, как центр административной власти, культуры и торговли, сформировался в 11 веке. И оседлая жизнь в районе современного Алматы никогда не прекращалась. Да и сам основатель верного писал, что решил заложить крепость недалеко от казахского поселения. Майор Перемышевский в своем докладе, в своем отчете в Санкт-Петербург писал, что мы нашли прекрасное место между двумя Алматами. То есть место так и называлось Алматы. Некоторое время верно назывался город Алматинск даже. Так что о прошлом Алматы можно действительно написать не один исторический роман. Куда делась монета римского императора Аврелиана? Кто построил в Алмарасане Аквитуки? И что изображено на этой древней флешке Асыки? Тысячи историй тысячелетнего города.